Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача Якутск Сегодня. Сегодня я работаю редактор Мария Ким и мои коллеги Николай Слепцов, Айдын и Мария Сумхалырова. А у нас в гостях экстремал-путешественник, потомственный якутский коневод, победитель 12-й региональной премии области развития общественных связей, серебряный лучник «Дальний Восток», призер конкурса «Дальний Восток. Земля. Приключения» в номинации «Зимние путешествия». И вы, наверное, уже догадались, это Дугуйдан Винокуров. Привет. Здравствуйте. Спасибо большое, что ты принял наше приглашение и пришел к нам на передачу. Как у тебя дела? Отлично. Чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я занимаюсь спортом, борьбой хапсарай. Сегодня начал заниматься еще стрельбой из лука традиционно. И сегодня же началась учеба. Все так быстро, лоскопом. Поздравляю. Очень отличное начинание. Почему хапсарай? Хапсарай – это национальный вид спорта. Наши предки боролись хапсарай. Я хочу пропагандировать традиции наших предков. Поэтому занялся хапсарайом. А в школе еще занимался вольной борьбой. Задатки есть? Да, задатки есть. А улучшенный вид спорта? Стрельба из лука. Наши предки занимались тоже стрельбой из лука. То есть берген. Вот поэтому тоже хочу заниматься этим. Ну, по традиции все по стопам предков. Еще в дальнейшем будущем хочу сделать стрелять. То есть из лука с лошади научиться. Прямо с лошади? Поздравляю тебя, очень отличное начинание. А про учебу расскажи, пожалуйста. Сейчас поступил в АГАТУ, то есть на юридический. Сегодня только сессия началась. Учусь один месяц. Заочно? Заочно. Ну, впереди еще прекрасные пять лет. Да. Отлично. Ну, давай вернемся к твоему первому путешествию. Вот сама лично я хотела бы узнать. Ага, вот. Как вообще ты к этому пришел? Это же путешествие, это же не просто там переехать, перейти в соседний наследок, там в район. Я не знаю, это перейти практически полрегион. Ну, это весь наш регион пройти, еще половину России пройти и оставить за собой столько километров и не быть дома полтора года почти. Идея пришла вообще давно, в 2018 году, наверное. В охотнической избе, то есть сидели, думали, разговаривали. То есть Аймекон – это туристический маршрут такой. Очень много людей ездят, кто на чем может. То есть на велосипеде, пешком, там, с колясками. Главное, Аймекон. А на лошадях этого никто не делал. Вот решили не ждать никого, чтобы приехали к нам на лошадях. Решили сами поехать. То есть вот идея родилась в 2018 году, она долго лежала. В дальние полочки. Потом в 2019 году, в 2019-2020 году уже начали реализовать. А в 2021 уже реализовали. То есть когда начинали, то есть у нас вообще ничего не было. Лошади и сами. То есть я и зять Мещельный Устроев. Мы с Мещелом поехали, а поехали. Взяли старые сёдла дедовские, сели на лошадь и поехали. 5 марта 2021 года. Мы все за вами следили, смотрели, где и докуда вы дошли. Но для начала вы, наверное, всё-таки не выбирали такой прям путь до Белокаменной. Сперва куда вы хотели? А у нас вообще, если рассказать вкратце, у нас был план, то есть поехать. Просто поехать. Просто поехать. Да. Хороший план. Просто поехать. Потом встретили человека, Никиты Греции. С ним решили поехать в Лондон. То есть у него тоже идея была. Мы совместили обе идеи и решили поехать. К сожалению, это не получилось, наш проект. То есть ковид помешал. И он уехал к себе на родину и не смог вернуться. То есть границы закрылись. И мы начали сами, то есть разделили проект. И мы начали по своему проекту. И он остался со своим проектом. Вот. Потом решили поехать до Белокаменной, то есть до столицы нашей страны. Приручили к столетию автономии Якутии. Вот. И поехали. То есть это знаменательная дата очень. 100 лет. Вхождение. Образование Якутской АССР. Да. И 390-летие вхождения в состав Российской империи. Это тоже знаменательный такой год был. И весь свой конный поход вы приурочили к этим знаменателям. Приручили, да. Этим знаменателям дата. Ну вот вы взяли эти седла дедовские, да? Вот загрузили их, всё закрепили. Там какую-то одежду с собой взяли. Ну это же очень экстремально. Это, во-первых, путь-то начался с Аймекона, ещё в марте, ещё и снег, всё равно морозы есть. Еда. Вот это вот утро. Всё это вот, как это, или всё так дерзко, спонтанно всё? Да, это очень всё спонтанно было. То есть, давай поехали. А, поехали. Сели на лошадь, загрузили всё. Ну, родные очень помогли. То есть, семья вся поддержала. То есть, отец, мать, жена, дети, сёстры, братья. Все, все, буквально все. Все поддержали и сказали, езжайте. То есть, продукты взяли, то есть, мясо, самое главное, без мяса никуда. И якутский нож. Ага, якутский нож тоже обязательно. Я вообще считаю, для настоящего, для мужика, для мужчины якута, то есть саха, должен быть конь и нож. Он не должен ни продать, ни... Это самые верные друзья пожизненные. Да, это самые верные друзья. Конь и якутский нож. Нож и конь должен быть, обязательно. А сейчас уже лук ещё. Классно. Ну, ещё и навыки хабсадера у самого всадника. Молодец. И вот весь этот путь, к сожалению, Мичиль в каком-то месте... Да, к сожалению, по обстоятельствам, Мичил покинул проект в Новосибирске. Да, но там были трагические ситуации. Ага, да, трагические. В Красноярске было у нас несчастный случай, один лошадь погиб у нас. А второй лошадь повредил глаз. Поэтому у Мичила не осталось лошадей. Решили... А у тебя у самого не было такой мысли? А, ну, тебе поют в один? Всё равно это же опасно. Нет, потому что все спрашивают об этом. То есть ты не думал остановиться? То есть по Якутии, когда ехал, возможно, думал остановиться, да? Возможно. Когда за пределом республики нашей, я об этом уже не думал. Потому что вся, которая я прошёл маршрут, все люди следили уже и говорили. То есть я рассказывал им, что доеду до Москвы. То есть ответственность была огромная. И всё-таки за слово, наверное... Ага. Если я сдался бы, то есть сказали... Не сказали бы Дугайдан там слабый, не выдержал. Сказали бы Якуты слабые. Все Якуты. Все люди судят по одному человеку. То есть если один человек совершил что-то плохое, то есть этот народ уже оказывает... Все считают плохим. Молодец. Ну, к сожалению, есть такая правда. Поэтому я вообще об этом не думал. То есть если я сломаюсь, то сломается весь якутский народ. То есть я подведу свой народ. И поэтому я шёл без этого. Без мыслей этих. А по-честному, прям сложно было в какой-то... Вот прям реально в какой-то момент что-то хочешь сказать. Бывали. Бывали такие случаи. То есть, как сказать... Проснулся утром. Так нафиг я еду. Куда? Защеем? Бывали, да, конечно. Но... Спасибо за честность. Ага. Но всё равно я держал цель. Поэтому шёл. Ты сдержал слово. Да. Самое сложное было, когда... С Сомска до... А, не Сомска. То есть, с Сомска до Тюмени. Э, до Кургана, наверное. Там две недели под дождём ехал. Просто... Да. В дождь. Ага. В дождь. В дождь. Как из ведра льёт. Две недели без остановок. Я мокрый приходил. Ставил палатку мокрую. Ложился спать мокрый. Просыпался мокрый. Одевался мокрый. И шёл мокрый. Вообще полный... И не костёр, да, не разжечь. И не костёр, ничего. Костёр, к сожалению, там не разрешают вообще. Если даже увидят дым, вот лесохрана сразу приезжает. То есть, к ним поступает... Не знаю, как они это смотрят. То есть, у меня несколько случаев было. Костёр, рожжок. Ко мне приезжали уже сразу. Приезжали и говорили, чтобы я потушил костёр. Поэтому уйти. Газовые горелки брал. То есть, плитки газовые. И на этом только готовил. Ну, эти две недели, считай, не сухой одежды практически. Да, это было очень трудно. Я думал, у меня фрункул появится. Крадочный не было этого. Было всё нормально. На лучшие силы тебя. Потом, после Кургана, уже очень хорошая погода началась. Прям солнышко, лето. Ну, и виды, да, конечно. Да, и виды. Нет, виды. Лучше, чем у нас нет. Да, лучше, чем у нас нет. То есть, вот республика наша прошёл весь, да, прошли всё. То есть, от Аймекона до Алёкминска. То есть, полностью прошли. И наша республика очень меняется. Вообще, в каждом регионе вообще меняется она полностью. А, похоже на нашу республику, это север Иркутской области и север Бурятии, республика Бурятия. То есть, это Баргузинский район. Очень красивое место. А сам Байкал. Байкал, у него вообще дух. Там аура вообще другая чувствуется. Ну, там мощь, конечно. Ну, в общем. Шикарнейшая природа. Да, за пределом, ну, Урал, сибирская сторона, в эту сторону. Там вообще классные места. А за Уралом, там уже равнины идут. Вот, и там есть такой памятник Азии-Европы. Перевалили. Классно было. То есть, когда переваливали Урал, ну, на машине переваливали Урал. Потому что нам не разрешил ДПС. То есть, там была очень дождливая погода. И перед тем, как я выехал из Челябинска, по дороге сбили девочку с лошади на смерть. Поэтому сказали, что безопасно. И они специальное письмо подготовили. И отправили, чтобы мы проехали. Ну, Урал только. Перевалили и всё. И дальше на лошадях пошли. Порядок есть порядок, правило есть правило. А вот к тому двухнедельному дождю вернёмся, как наши лошади там удержали. Очень хорошо. Самые счастливые лошади. Да, самые счастливые лошади. Потому что в те регионы вода не очень много. То есть, есть озеро, да? Ты не подберёшься к озеру. То есть, там вокруг озера, это как болото. Там невозможно пройти, попить воды. Тем более лошадь. Ага. И лошадям. То есть, когда шёл дождь, и там образовались лужи, они радовались только. А вот до Белокаменной, ближе как, атмосфера, климат, природа. Да, климат, растения, влажность. Когда перевалили Урал, там уже влажность выше стала. То есть, уже заметно было. Я думал, лошади не выдержат, но они всё выдержали. А мой самый такой верный конь? Хомор. Хомор. Да, Хомор, он такой с характером. Как ты. Стойкий, смелый. А Хастах, он более такой мягкий. То есть, любимчик он. Его все гладили. Он кушал всё. То есть, и морковь, яблоко, хлеб. Что дают, всё кушал. А Хомор не такой был. Избирательный. Да. Он не брал еду с тяжёй руки. Отворачивался постоянно. Ну, характер у него есть. Реально вот такой якутский конь. Да, якутская лошадь. Якутская лошадь. Да, во всей карасе. А ты сам каких людей встречал во время этого пути, в этих регионах? Очень хороших. То есть, шёл именно по коневодам, то есть, кто занимается лошадьми. То есть, в общем, у нас так сложилось путь. То есть, мы останавливались на конюшнях, на ипподромах, общались. Очень хорошие люди. То есть, все поддерживали, все помогали и встречали. Бывали такие люди, которые не понимали этого. Ну, наверное, ты в свой адрес немало таких услышал, да? Которые не понимают. Да, очень много. Но это мотивирует человека. Наоборот. Наоборот. Круто. Даже у нас в родной республике были люди даже, то, что не верили, говорили, что через месяц вернётся. Но ты, это примерно год и четыре месяца ты отсутствовал дома. Но я помню, когда-то ты в каком-то интервью рассказывал о том, что в Казань, когда ты до Казани уже добрался, к тебе поддержать приехала твоя семья. Да, сын приехал. Сын. Ага, сын и с Казани до Москвы с сыном проехали. 700 километров за две недели прошли. Он полностью на седле, тоже со мной. А с палатки? Девять было. Сейчас ему десять. Вот. Ему девять было, он со мной ехал постоянно. И не вообще? Нет. Он такой же, как ты. Ага. Договорились, что... Ну, на таких условиях только, конечно. Да, дорога сложная. Должен выдержать. Он выдержал. Ну, для ребёнка это очень интересно, наверное. То есть бегать по другим регионам. То есть там поля, деревья вообще другие. Для него это тоже. Да, для него вообще открытие новое. Интересно было очень. Он бегал постоянно. Кружился. А он с Хонором был или... Он с Хастахом. С Хастахом. А, ну да, помню. Да, Хастах, он более такой мягкий. Хоморда? Хоморга он не сможет. Он не подпустил. Ну, подпускал. Всё равно как-то... Всё-таки... Да, всё-таки не надо. Он характерист. Ага. А в Москве вас же потом... Вы сразу же пошли на ГЭХ, которые там включали. ГЭХ, посвящённых столетию. И вот эти наши лошади, которые дошли своими копытами до Москвы, они приняли участие на СХ, на обряде. То есть, это была очень так... Гордость, наверное. То есть, лошади пришли, не прилетели, а пришли на СХ. Саха. Да. Якутские лошади. А, лошади. Да. Сколько километров преодолели. Это, по-моему, было больше 11 тысяч километров, да? Около 11 тысяч. Округлить, да, 11 тысяч километров. Ну, там точно не помню. Только 11 тысяч. А, около. 17 регионов России и 7 часовых поясов прошли. Круто. Ну, а я хочу обратиться к вам, наши дорогие телезрители, радиослушатели. Если у вас есть вопросы к Дугульдану, вы можете позвонить нам по номерам 32 00 66 и 32 11 66. А вот есть какой-нибудь такой случай вот в этом твоём 11 тысячном километровом путешествии, который ты прямо вот запомнил и пронесёшь, наверное, на всю свою жизнь? Ну, и само путешествие, ну, случай. Случай, наверное, когда убежали лошади. Да, я тоже про это читал. Три часа их искал. Да, бежал. Бежал я, я их вообще не видел, то есть они убежали. Это где произошло? В Тюменьской области. Тюменьской области было. А почему они убежали? Испугались от крика косули. Наверное, все знают, как кричит косуля. Я не знаю. Я это уже не знал. Страшно было. Узнал в Тюменьской области, да? Да, узнал в Тюменьской области. Вот. Да, много чего я открыл в путешествии. То есть землянику я его тоже не видел никогда. То есть я увидел в Чуваше. То есть первый раз там полно земляники было. Вот лошади убежали, я видел, как они убегают, только и зашли в лес и бежали. Я за ними побежал, то есть три часа бежал, не видел их вообще. Вообще. Просто бежал, куда глаза глядят. И постоянно думал про себя, то есть... То есть... Повторял вот это, вот эту фразу постоянно. И в один момент я увидел их. Вдали, в лесу убегали. Я закричал, они остановились. Подбежал. Когда подбежал, Хомор уже сразу обратно убежал. А у Хастаха был верёв, была верёвка, то есть 20-метровая. Я схватился за него, и он приволок меня, наверное, где-то метров пять. По земле. Ага, остановился. Еле остановились. И всё, поймал. Потом обратно. Хоморот. Оборот. Одного поймаешь, один всё равно никуда не денется. Остановится всё равно. Без друга он никуда не пойдёт. Ну вот так вот их напугал, да? Крик косули. Вот косуля напугала. После этого я уже стал завязывать потуже уже и на деревьях. То есть не на колочках, а на деревьях уж. Ну это практически один из видов перестрахования себя. Мы сейчас перейдём на короткую рекламу буквально. И после рекламы мы продолжим. Вот это вот приключение, которое с тобой почему-то не остановился. Почему ты перешёл ещё на... На Макаданскую? Да, Семчан. Вот сейчас мы уйдём на рекламу. Это мы просто маленько оставили такую интригу. И через 5-4 минуты мы вернёмся к нашему гостю. Здравствуйте. Это вторая часть нашей передачи «Якутск. Сегодня». И у нас в гостях экстремал-путешественник Дуйдан Винокуров. И мы продолжаем наш разговор. Мы пришли к той части, когда у вас уже началось второе приключение. Почему? И в таких, я не побоюсь этого слова, страшных экстремальных условиях. В минус 65. Ага, то есть я после завершения, удачного завершения нашего проекта вернулись в родную землю на самолёте с лошадьми. Это тоже отдельный разговор. То есть лошадей на самолёте, как все спрашивают тоже. Это тоже опыт был такой хороший и волнительный. Потом приехали, здесь уже у меня началась такая период жизни. То есть известность, да, приехал. Конечно, это же был героический. Все звали, то есть ходил на встречи с учениками, со студентами. И, к сожалению, ученики, то есть школьники и студенты не всех наших этих знаменитых людей знают. То есть это очень огорчило меня. И решили поехать по стопам наших предков, таких как Николай Иосифович Кривошапкин и Алексей Иосифович Кулаковский. То есть они наши тоже великие предки будут. То есть Алексей Иосифович Кулаковский, он основатель литературы якутской. А Николай Иосифович, он меценат. То есть если по-якутски сказать, то есть Миллионер, миллиардер. То есть у него очень много таких тоже званий. Вот хотели увековечить их добрые имена. То есть по ихним стопам мы поехали уже в Магаданскую область, Симча, с Аймеконского района, село Ючигей начали. Это протяженность 800 километров. А 300 из них вообще безлюдное место. Это старый колымский трак. Там снег метр, там дальше больше метра, наверное. И лошади прошли, это очень хорошо. То есть наша цель была увековечить великих имен наших предков и показать якутскую лошадь тоже. У нас тут телефонный звонок. Мы наушники одеваем. Алло, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. У тебя, да? Мне данный вопрос. Во-первых, первая инициатива перехода, кто поднял? И вторая, значит, напарник был, то ли англичанин, то ли кто. По какой причине он отказался? Спасибо. Спасибо. Инициатива своя была. То есть и первая, и вторая. То есть мы сидели, разговаривали уже. Ну, я рассказывал об этом. А вот про второй поход тоже сейчас рассказал. А напарник, который англичанин был, Никита Грец, я о нём тоже рассказал, причину тоже сказал, то есть я помешал ковид. И поехал мечеть. Да. Ну, к сожалению. Присоединился, не устроив мечел, зять мой. Так, ну и мы переходим дальше. И вот это вот, всё равно, мы тоже опять же следили за этим экстремальным. Вот в минус шестьдесят пять. Ага. Как, где, вот это же был поход длиной в месяц. Ага. Сорок дней. Сорок дней. Где ты спал? Как ты ел? У меня была команда сопровождения всё равно. То есть страховка была. Ещё одна цель была у нас сравнить традиционную одежду и современную. В условиях суровой зимы. Да, в условиях суровой зимы, то есть проверили всё. Традиционную одежду нам шила Изабелла Иннокентиевна Лякова, это мастерица Татинского луса. Ей огромное спасибо за то, что предоставила нам. А вот эти вещи, которые она шила полностью, то есть технология наших предков, то есть она шила из шухожилия, полностью из шкуры, из шухожилия. С соблюдением всех этих. Да, с соблюдением всех технологий наших предков. Очень хорошая одежда, но единственный минус – тяжёлый очень. Очень тяжёлый. А вот современная одежда, она такая, очень лёгкая, но единственный минус – она конденсирует. Она конденсирует вот этот минус современной одежды. Если есть возможность вести с собой вот эту традиционную одежду, то да, традиционная одежда, она выигрывает. Если у тебя нет возможности тащить вот это всё, современная одежда выигрывает в этом. А если есть у тебя где просушить вот это всё, тогда современная одежда намного лучше. То есть она и практичнее, и легче. Вот спал я на улице, то есть тоже сравнивал два вида одежды, то есть традиционные и современные спальники. Спальня-мешок традиционная была из горного барана, сшитая из Момского района. Мастерице тоже подарили. Очень хорошая, то есть она тоже тяжёлая и большая очень. А спальник современный Баск предоставил. Он такой лёгкий, маленький, компактный. Он выдерживал минус 60 градусов тоже. В нём тоже было тепло. Да, очень удобно. Он такой, заходишь в нём, он облегает всё. Ну, это же всё равно вот так вот ты лежишь и дышишь в минуту 65, просто и выходишь на улицу, дойдёшь 15 минут, тяжело дышать. А тут спать вот так вот. Нет, там заходишь в спальник, то есть заходишь полностью в одежде, то есть заходишь, а потом... Весь укутываешься. Внутри температура уже намного комфортнее становится, ты раздеваешься там. То есть не полностью, а до термобелья. И в термобелье уже спишь. Ну, вместе вот в этом же походе, во втором, снова с тобой поехал Хомор. Да. Хомор. Ему надо памятник ставить. Я считаю вообще, Хомору надо оставить памятник. Это герой якутской лошадь, потому что он сделал самый длинный поход в истории, это 11 тысяч километров, и самый экстремальный поход в истории, это Магаданскую область. И он полностью, вот эти два похода, он полностью... Выстоил. Да. Сколько ему лет? Сейчас 13 лет ему. Это прям для лошади возраст, как для нас самый пик. 30-40 лет. Пик. Для лошади с 4 до 8 лет это молодой лошадь, а с 8 до 15, ну до 18, можно сказать, это такой самый хороший возраст, с 18 до 32, это уже старый. Тогда примерно сейчас ему сколько? 13. 13 лет. У вас ещё бонусом есть 5 лет, пока он такой молодой, ещё какой-нибудь поход организовать. Есть план? Нет, планов нету, но идеи есть, предложения тоже есть. Ну, хочу, всё равно дорога зовёт. Зовёт, да, всё-таки. Зовёт всё равно дорога. Ну, надо как-то совмещать всё. Ну, не знаю, в ближайшем будущем, наверное, будет ещё один поход. Не знаю. Спасибо, всё, мы услышали. Мы услышали. Хомор, конечно, да. Да, Хомор обязательно пойдёт в этот поход. Это первый кандидат. А второй кандидат, наверное, будет Чапчихичан. Чапчихичан, это лошадь тоже. До Семчана. Да, до Семчана. Он более грубый, чем Хомор. Более характер у него намного сложнее, чем Хомор. И он крупнее Хомора. Ну, сколько ему лет? Ему тоже 12-13 лет с Хомором. Ровесники. Ровесники, ага. Ну, он такой. На нём 4 года никто не ездил. Отец говорил, возьми его с собой. Если не возьмёшь, он так и останется. С Чапчихичаном. С Чапчихичаном. У нас телефонный звонок, ещё раз. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, это у нас проще передача. Мы поздравляем и гордимся нашим парнем и нашими лошадьми. И вот, знаете, по-моему, европейских лошадей в сторону Якутии никогда не ходили. Вот наши лошади доказали, что всё-таки Чингисхан доходил до урбежей других морей. Поэтому мы очень гордимся, что наши лошади выдержали и такую дарь ходили. Это подтверждает, что наши лошади такие выносливые и сильные. И желаю Юлустана, чтобы его проекты сбывались. И, наверное, нужно всё-таки поле с севера тоже на лошадях были. И в Арктику. Дуглайдан сказал, что в кланах уже что-то есть. Спасибо большое. Это ваше дача. Насчёт Чингисхана. Чингисхан шёл на своих лошадях. То есть это... Не знаю. Это чисто моё мнение. Сугубо моё. Чингисхан шёл на своих лошадях. Это не якутская лошадь. Якутская лошадь, она из Якутии. Чингисхан не выезжал из Якутии. Он выезжал из Монголии. Климатические условия там помягче, чем у нас. Да, а якутская лошадь, да, он очень огромную роль сыграл в освоении Дальнего Востока. Весь Дальний Восток открыли с помощью якутских лошадей. Весь Дальний Восток. Потому что сперва, когда первопроходцы приходили сюда, то есть они приходили в Иркутск сперва. Потом с Иркутска сюда. Раньше Якутия была Иркутской губернией, потом уже Иркутской губернией стала. И с Иркутской губернией начали изучать Дальний Восток весь. В том числе и Магадан, Амурская область, Хабаровск. Вот это всё, Дальний Восток весь изучали уже с Якутии. Ага, ещё телефонный звонок. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, да, у меня такой вопрос. А как зовут вашего кандидата, и хорошие вам вечеры и хорошие пятницы? Спасибо, ага. Ну, вернёмся к хумору. Спасибо. Хумор? Хумор по-якутски это коричневый, да? Хумор, да. Ну, он сам мастью белый, серый, если правильно. Серого масть серый. Ну, хумору назвали в честь реки, у нас есть река Хумор. Ваймекуни. А, ваймекуни. И в честь этой реки, речки. И назвали в честь его. Ну, я сейчас уже всё, вхожу в фан-клуб. Хумору, он сейчас где? Он сейчас на родине, ваймекуни. А, если точнее, в каннибазе Джекей, уходит, гуляет, на нём никто не ездит. А почему на нём никто не ездит? Отец сказал, сам придёшь, сам будешь кататься. У отца своих лошадей хватает. А сейчас как ты живёшь? Вот после всех вот этих своих путешествий. Очень хорошо. Цели свои добился. Да, сейчас узнают везде, люди фотографируются. Ну, тебя это... Зовут везде, да. Я стараюсь всем приходить. Да, и спасибо, что к нам пришёл. Пожалуйста. Вот. Вообще, даже если опоздаю, оно всё равно придёт. На сегодня был твой экстремальный приход буквально за три минуты до эфира. Ну, всё в твоём этом. Вот, ещё хотел, пользуясь случаем, хотел бы сказать спасибо своей жене, то есть моя жена на опору моей жизни, то есть моя вторая половинка. Сегодня ей исполнилось 31. Поздравляем с днём рождения. С днём рождения. Вот, если бы не она поддержала меня, я бы не достиг этих целей. То есть благодаря ей, вот, ей поддержке, достиг всё вот это. Это её поддержка, это её понимание, да? Это не только, да, как бы твои заслуги, это ещё и её заслуги. Да, это не только меня. Так скажем, ага. У нас звонок, телефон. Как её зовут? Катерина. Катерина, с днём рождения. У нас звонок. А-а-а, я по-якустку скажу, по-русски. Ага. Мы очень, это, нет, потом. Что-то смесь получилась, да? Попторно позвоню или ка-э. Нет, уже были ген баратыны, тяхкатын, га? Уто были ген баратыны, не гаппидем тахсаватта. Тахсанги. Тахсанги. Или это пинь. А, нет, вы уже в прямом эфире. А-а, круче мы гордимся, парнем нашим Дугуйданам. Да. Ага. Он, на меня, это яхтен барабны. Ите, эйен кэттэ тэнгэхэдзюбэк, коңургар, памятник надо поставить, наверно. Угу. Дугуйданаме неки дейлах, ага. Ну, он, да. Потому что, кинэмэээн курдык баран кэллэуонна. Бағам дзен. Итэн яхтарэллэвит, нахарадаларгын, елина гарттэю. Эн уже этого. Сяп, махтал. Махтал. Люди тебя любят. Да. Хомор, да, он герой. Лошадь. Единственная якутская лошадь-герой. Надо поставить памятник ему. Ну, тогда в ближайшее время нужно будет, наверное, этим заняться, да? Ага. А впереди у тебя сейчас хаб-сагай, стрельба из лука. И там сейчас ты будешь всему учиться, чтобы потом уже сидя на... На судяк, да. На судяк, да. На судяк, да. На судяк, да. Хаб-сагайом занимаюсь уже, сколько, два месяца. Дебют у меня был в прошлой неделе, то есть на призы Наговицыных братьев. Ну, к сожалению, я проиграл там, опыта не хватило. Все впереди. Да. Завтра тоже соревнования, да, выдав. Да, так что болельщики все можете подойти и поболеть за Дугуйдана в спортовом кисе. Завтра мы тоже будем участвовать на соревнованиях от клуба Турген, спортивный клуб Турген. Парковый Петров тренирует нас. Вот. Вот когда начал тренироваться хаб-сагаем, да, как-то все стало уже легче. То есть после походов я уже ничего не делал, просто дома лежал, ездил на встречи, разговаривал, встречался с людьми. Вот потом начал ходить в зал, как-то уже в душе спокойно стало. То есть у меня уже есть где энергию тратить. Спасибо за это Прокопию Петрову, тренеру. А вот энергию вот все равно дорога зовет? Дорога, да, зовет, все равно зовет дорога. То есть смотрю вечером перед сном всякие маршруты, там, шелковый путь, вот это все. Куда ездили первопроходцы, как ездили. Если верить описаниям, что написали, они очень трудно проходили вот эти все места. То есть там он не только на двух лошадях. Они даже на десяти лошадях не могли проехать в некоторых местах. Были такие случаи. Хомор. Хомор все выдержал. Все выдержал Хомор. И выдержит. И выдержит. Ему еще жить да жить, он сейчас прямо в пике своей молодости. Спасибо большое, Догой Дан, что пришел к нам. Мы желаем тебе всего самого наилучшего. Во-первых, на завтрашнем мероприятии, чтобы ты занял призовое место. Спасибо. У тебя первые шаги, да? И чтобы у тебя во всем всегда была победа. Хорошо, спасибо. И отдельный привет Екатерине за ее надежный тыл и за то, что она тебя так поддерживает. И мы знаем о тебе. Спасибо большое вам, дорогие наши телезрители, радиослушатели. У нас в гостях был Догой Дан Винокуров. До следующих встреч. Спасибо.